И у меня такой вопрос. Как Сергею работалось в поп-музыке в 90-х годах? Я знаю, он работал Дмитрием Маликовым. Спасибо. Мы поработали немножечко с Артуром Беркутом и приезжали его американские друзья. Он в Америке тогда еще был, да? Потом вернулся. Да, он жил в Америке. У нас завязалось знакомство, значит, нет, не с Артуром, естественно, а с его музыкантами. Короче, мне поступило предложение поиграть с американскими ребятами в группе, которую специально для этого назвали «Царь». То есть Тим Сергей Артур Роб. Это все здорово. Тебя просто про Диму Маликова сейчас спросили. Да, да, я просто подведу, как я остался на мели. Я немножечко выступил в роли организатора и пригласил наших американских ребят сюда. То есть мы, они тут пожили недельку, мы сдали один концерт. Далее я должен был улететь туда, и она отрез отказалась, потому что мне неинтересно было. То есть не манила за границей совсем? Ну, это отдельная тема, если я потом расскажу. А, ну да, 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 Диму Маликова мы очень далеко уйдем. Но к тому времени уже нет. Уже нет, уже прошел этот период, да? Вот, я остался в Москве. Вот, так сказать, сложное время было, и я понимал, что надо было где-то поработать, и был выбор либо идти, значит, ну, в такси, образно говоря, ну, там, за баранку. Либо, и вот случайно услышал по телевизору предложение Димы Маликова. Он искал музыкантов, да, он искал музыкантов, играющих живую музыку для создания коллектива. Естественно, я с ним связался, вот, музыку я немножечко знал, и так вот оказалось у него, я записал ему там один альбом, по-моему, один, да. И потом мы два года с ним ездили по стране, вот, и я не стоял там манекеном на сцене, да, и действительно играл, потому что их интересовала, в первую очередь, живая гитара. То есть там были, конечно, элементы фонограммы там, в этом все это. Ну, музыканты работали живьем, да, в частности? Ну, во всяком случае, гитара звучала всегда, вот, что меня, безусловно, радовало, потому что, если бы не этот факт, я бы, наверное, скончался бы от стыда в первый же концерт. Вот, а так я играю вроде хорошо, я понимал, что это временно, я понимал, что это не мое, я понимал, что пройдет какое-то время, и возникнут идеи, и я займусь, так сказать, своим делом. Слушай, а ты, наверное, когда увидел совершенно разную аудиторию, да, ты же с Арией сколесил тоже очень многие игра, да, те же самые площадки порой, да, куда потом спопсойся. С подсойся ты откровенно приехал, да? И, честно говоря, я благодарен судьбе, что она мне дала вот такую возможность посмотреть, ну, обратную сторону, другую сторону музыки, другую. Я не хочу сказать плохую, я понимал, что это не мое. Во-первых, Дима Маликов сам по себе очень комфортный человек, и если бы не этот факт, я бы тоже не продержался бы, наверное, в его коллективе и дня. То есть было замечательно, но для меня это тоже был определенный опыт, я повидал совершенно другие. Другие площадки, совершенно другие концерты, там миллион корпоративов для людей всех мастей. То есть такого я никогда бы не увидел, и я уверен, никогда больше не увижу. И потом, через два года я понял, что все, у нас уже с Валерием Кипеловым был альбом «Смутное время». А, тогда «Смутное время» вышло ваше. Да, уже вышел. И я понимал, что мне нужно делать свою группу, я для этого созрел, и я расстался с коллективом и Дмитрием Маликовым. Спасибо.